всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 29 апреля и вот сегодня с утра пораньше я работаю в теплице потому что днем работать тут будет невозможно у нас сегодня 28 градусов будет днем здесь конечно человеку работать никак поэтому я вот после опрыскивания стала сегодня пораньше в 6 утра делала опрыскивание после опрыскивания пришла делать затирку так как про эту затирку затирка сорняков молодых так как про эту затирку многие когда я просто ну как бы так в проброс про нее сказала многие заинтересовались потому что вот эти сорняки это наша беда у меня и в прошлом и в позапрошлом году все спрашивали как вы поддерживаете такую чистоту вот в теплицах что нет ни одного сорняка вообще не видно это же адский труд это тяжело летом я сказала что я нет методом затирки вот их удаляю на самом-самом в младенчестве на вот этапе двух семидолей когда они самые самые такие нежные уязвимые беззащитные это тоже самое как с рассадой томатов вот когда она маленькая маленькая и уже очень легко повредить вот как раз в этот период очень легко повредить сорняки я сейчас прям покажу как я делаю потому что это рассказать это ну невозможно рассказать единственное скажу что вот смотрите вот этот ряд у меня сейчас прошел процесс затирки выглядит вот так сейчас перейду на второй ряд где еще не было затирки и вы увидите какое огромное количество сорняков желают уже поселиться в этой теплице вырасти у меня особенно я же каждый год привожу сюда добавляю и перегной и грунт полевой ясно что он очень-очень заселён вот этими семенами всякими и полевыми деревенскими вот этими вылазит черте что вот многие заметили что в теплице в той уже выросло много конопли ясно что она приехала у нас с полей у нас потому что конопля очень ну во многих местах растет но самое страшно это мокрится если сейчас ее в младенчестве не придушить она потом затянет тут все и когда корень у нее будет более сильной корневая система развитая она же расползается мало ее оторвать вот этот корень он не оторвешь а сейчас они молоденькие их очень легко сейчас я вам покажу саму технологию хотя слово технология к этому не очень подходит я просто сажусь на четвереньки и пошла пошла так как у меня в этом году есть помощница катя я вот сейчас буду эти движения производить она постоит с камерой и чтобы вы поняли как то как это у меня происходит потому что я понимаю что почти все огородники возрастные и вот так наклонясь вниз головой да еще вот так вот шоркать эти это очень сложно я давно уже придумала метод облегченный это на четвереньках поэтому я делаю такие ряды чтобы я могла проползти в любом ряду и тут и посредине и там и вот все три ряда я вот так проползаю и после меня не остается ни одной сорной травы сейчас покажем процедура это очень простая я просто я на этом ряду покажу на котором я уже сделала затирку просто какие движения вот смотрите я иду затирает и дорожку потому что тут тоже есть растения и затираю вот на бока стараюсь тоже и пошла 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 и это очень быстро 2 теплицы пробуровить буквально несколько и тут если тут есть тоже затираю вот тут уже у меня затерта поэтому я просто показываю как я делаю прям варежкой и сильно вот они повреждаются иногда и с корнем вылетают так выключать это я вам показала как я ползу сейчас покажу приближенно как уничтожаю сорняки и обратите внимание разницу смотрите вот сделанный ряд вот так выглядит до затирки смотрите сколько сорняков всяких всяких разных тут у меня еще стояли стаканчики сейчас я одену перчатки и покажу что происходит с этой травой когда я их затираю но тут ясно что если она уже мокрица это успела вырасти конечно я рукой удаляю а когда она маленькая я даже с ними вот вот смотрите вот так когда делаешь они кто-то вылетает с корнем особенно если земля мягкая вот они они кто-то вылетает с корнем у кого-то там корешок остается но без верхней части без листиков они тоже умирают и я всегда это делаю с утра чтобы потом был жаркий день когда жаркий день он еще поможет которые чуть травмировались или которые до конца не уничтожились они засохнут вот все это вот процесс затирки сейчас второй ряд затру и не скоро еще сорняки опомнятся когда вырастет новая партия молодняка я приду и еще раз затру все до свидания ну и конечно проползая вот по рядам томатов я сразу попутно раз уж я сюда зашла делаю все убирая лишние пасынки смотрю если где-то он слишком вырос наклоняется подвязываю мне нравится вот так совмещать все сделаю весь комплекс и не смогу сюда уже больше не заходить 7 или даже 10 дней как вы понимаете траве чтобы вновь как это воскреснуть нужно какое-то время пасынкам чтобы вырасти тоже дня 234 нужно и вот благодаря вот этой процедуре смотрите теплица сразу приобретает такой законченный опрятный вид ровные ряды чистые дорожки на которые можно просто зайти и полюбоваться и сказать какая красота все это очень быстро мне этим и нравятся грядки которые не как сказать не обордюренные вот так вот на четвереньки 1 1 1 1 1 1 утра вы убрал все там даже эти луночки где-то подрыхлил и все те грядки которые высокие так обслужить я уже не смогу там приходится наклоняться для каждой помидорки уже не проползешь все вот это я рассказывала вам о методе затирки о таком быстром и эффективном способе борьбы с сорняками но и показала как теплица выглядит где-то полчаса я работала после получаса моей работы